Сегодня готовим заливное из курицы. Готовить такое заливное, наверное, проще простого. Сегодня покажу, как делаю я. У меня получается вот таким вот красивым прямоугольным кирпичиком. Делаю я еще порционно. Все легко и просто. Полтора часа и все готово. Итак, готовим заливное из курицы. Я буду варить на крылышках. Я взяла 4 куриных крылышка. Я покупала в магазине, но с домашней курицей всегда вкуснее. Поэтому будете варить на праздник, а возьмите обязательно домашнюю. Итак, в водичку отправляем курицу. 4 крылышка и 4 бедрышка. Как только начинает закипать, убираем пенку. У меня все только закипело. Я еще вот поснимаю немножко пенку. Вот главное с того момента, как начало кипеть, убирать пенку. Теперь делаем минимальный огонь, где-то средний, чтобы не так сильно булькало. Сейчас перестанет так сильно кипеть. И чтобы уже пены не было так много. Пенку мы поубирали. Вот так вот еле-еле булькает. Теперь сюда отправляем. У меня одна большая, я напополам порезала. Ну, две маленькие морковочки. Одну вот так вот целую луковицу. И чайную ложечку соли. Теперь накрываем крышкой и варим где-то 40-45 минут на маленьком огне, чтобы все приготовилось. Так, у меня все сварилось. 40 минут это все кипело на медленном огне. Достаем. Морковка мне понадобится, лучок можно убрать, выкинуть. Вынимаем все мясо. Чтобы оно немного остыло, я его разберу. Бульон нужно взвесить, сколько получилось жидкости. Поэтому я еще горячий бульон переливаю и взвешиваю сразу. Пока курица и бульон остывают, из морковки сделаем украшение. Режу морковку вот такими небольшими кусочками. Как вариант, можно просто красиво порезать треугольничками. Например, вот так. Смотрите, вот так. Треугольнички поперерезать на несколько частей. И вот такими красивыми треугольничками закладывать. Но можно взять небольшие вырубки. Сделать вот такие вот небольшие кругляшочки. У меня прям насадки вот для крема. Я из них буду делать чуть-чуть побольше. Вот такие, чтобы были разные. И, кстати, вот эти вот штуки тоже можно заливать. И так, и так красиво. Очень, кстати. Еще у меня есть мои Насте печенье. Вот такое маленькое. И я беру здесь цветочек и бабочка. Можно я такие сделать и Настюшке моей сделаю. Такое заливное вместе с бабочками. Вот такие бабочки получаются. Курочку я не режу. Разбираю, но вот такие небольшие кусочки. Еще я взяла зеленый замороженный горошек. Он очень вкусный. Я никак его не обрабатываю. Просто вот он разморозился у меня. Я его буду использовать. Он сладенький. И консервированную кукурузку тоже. Так много мне не понадобится ни того, ни другого. Ну, в общем, высыпала уже. У меня любят, да едят. Так, формы, в которых я буду заливать. Ну, во-первых, я беру вот такую вот квадратную, прямоугольную, вернее, форму. Можно заливать в любой силиконовой формочке. Будет красиво. И еще у меня есть вот такая вот форма. Вот такими вот цветочками красивыми. Очень красиво и порционно. Я помыла зелень. Буду использовать вот такую кучерявую петрушку. Можно использовать обычную, например, петрушку. Так, мне понадобятся сами вот эти вот зелененькие листики. Вот так вот и беру. Зелень украшаю сверху и по бокам. Прямо вот сюда, в серединку, вот так вот, закладываю зелень. Ну, первый слой, он самый красивый, он будет на виду. Поэтому я так уже, знаете, изощряюсь, красиво выкладываю. Так, и здесь зелень выкладываю вот так вот, периодически. Теперь беру морковочку, которую вырезала. И выкладываю вот сюда, вот так. Бабочки, сделаю больше бабочек для Настеньки. Так, теперь горошек. На вот этот вот первый слой делаем так, просто чтобы было красиво. Но не забываем, если все прямо заложить, то будет слишком много овощей и мало бульона. Я потом в серединку тоже закладываю и горошек, и овощи. Но оставляю здесь в первом слое место, чтобы был виден хорошо бульон. Сейчас, когда будем заливать бульоном, оно чуть-чуть подплывет. Но я заливаю буквально один сантиметр, чтобы первый слой схватился. Замачиваем желатин. Я беру 30 грамм желатина. Так, замачиваю буквально на 2 минутки. Я пластинками беру. И он сразу такой становится мягенький, чтобы быстро было. Берем небольшое количество бульона. Желатин у меня размок. Вот так вот его отжимаем. Буквально 2 минутки. Теперь в микроволновке я его растоплю. В растопленный желатин добавляем бульон, который мы отложили. Я добавляю сначала пару черпачков. Вот так вот перемешиваю до однородности. Теперь ввожу в бульон, который я отобрала, чтобы было легче просто. Все, теперь все хорошенько растворилось. Если вы не уверены в желатине, то пропустите это все через сито. Если вы делаете в силиконовых формочках, как я, не забудьте формочки поставить на досочки, чтобы было удобно. Заливаю бульончиком. Вот так вот влюю обычно в центр. 1-2 черпачка. Мне надо, чтобы это просто все зафиксировалось. Поэтому не нужно, чтобы оно плавало. Ну вот как-то так. Все. Здесь сделаем то же самое. Буквально сантиметрик. И все уберу в холодильник минут на 15, чтобы это все схватилось. Так, теперь, когда оно, видите, вот так вот подстыло, видите, буквально 10 минут в холодильнике. Теперь выкладываем слой мяса. И так, я выкладываю, знаете, не везде. А вот теперь можно немножко овощей. И морковочку. Морковочку ставлю торцом, чтобы бока здесь тоже были красивые. Смотрите, вот так. И теперь заливаю бульоном. Значит, смотрите. Я сейчас уберу еще раз на 10 минут. Но этот, наверное, 15 слой постоит. Чуть-чуть дольше. Мне надо тоже, чтобы схватилось. Остальное залью уже махом. Все сверху подстыло. Выкладываем еще слой мяса. Я распределила так, чтобы мне хватило на все мои заготовочки. Немножко зелени вот сюда, вот в бока. И желательно каким-нибудь кусочком мяса вот так вот ее придавить, чтобы она не всплыла сейчас, когда мы будем последний слой вот так вот делать. И вот так вот бульоном заливаем до конца. Насколько уже бульона у вас хватит, распределите по всем формочкам. Но у меня вот это очень вместительная форма. Тут еще можно половника 4 долить. Сейчас я вот тут как раз все, что есть, до конца и долью. Вот. Главное, чтобы верх был максимально ровненький. Так. Заливаем бульончиком. Вот так. И все. Убираем в холодильник. Это финальный уже слой. Достали утром из холодильника. Так как форма силиконовая, заливной очень хорошо отходит. Вот так вот буквально стоит нажать на бока. Смотрите. Хоп. 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 Все отстает. Я убеждаюсь, что вот так вот до самого края все отошло. Теперь переворачиваю на форму, в которой буду подавать. Так. Вот так вот поднимаю. Получается вот такое заливное. Сверху вообще все прозрачное, как стеклышко. Виден узор. И за счет того, что мы заливали в несколько слоев, оно прям вот такое прозрачное. Видно мясо. А не так, что сразу все заложили и залили. Тогда немножко другой эффект получается. Ну, в общем. Вот так у меня получается порционно. Вот я достала один. Выглядит вот так. Можно заливать в маленьких пиалочках силиконовых. Тоже получается хорошо. Ну, в общем. Пробуйте, экспериментируйте. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась. Приятного аппетита! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...